Меня уважают, меня любят. Зарьков с завистью и жадностью. Что, вот прям вот так вот все попили, надо рассмешленом? О, дырка на носки, офигеть. Подловили, гады. Не кичусь тем, кого я кормил. Я кормил всех, и Владимира Владимировича Путина в том числе. У меня ни одного куска рыбы нет. Авоз. Рыба была. Пригорянский помой. Хороший борщ с капусткой, но не красный. Как люди, которые кормят детей, могут готовить такое говно? Моя главная профессия – повар. Forbes Digest Друзья, всем привет. Меня зовут Ярослав Бабушкин, и это Forbes Digest. Сегодня мы на киностудии АМЕДИА приехали сюда понаблюдать за съемками самого известного телешефа нашей страны – Константина Ивлева. На сегодняшний день он является, пожалуй, одним из самых востребованных и успешных ведущих нашей страны. Узнаем, как устроен его бизнес. И, кстати, для нас очень важно, чтобы вы были подписаны на наш канал и регулярно ставили лайки. Перед просмотром этого замечательного интервью обязательно это сделайте. Как говорят блогеры-зумеры, сделайте красную кнопку серой. Forbes Digest Константин Ивлев – шеф-повар со стажем практически 25 лет. В школе был двоечником и хулиганом. Ушел после девятого класса, предпочтя уроком физики и химии кулинарный техникум. Затем была армия, где он также регулярно стоял у плиты. Ну а после – институтская столовая, кафе и рестораны. Практика у поваров. Спустя несколько лет после развала СССР, в 1993 году Ивлев стал шеф-поваром. Поработал и запустил с тех пор кухню во множестве известных заведений. Репортер, ностальжи, GQ-бар, знаменитый White Rabbit, который, как говорят, вскоре получит звезду Мишлен, VIP-21, Лучано и другие. Ивлев учился в лучших мировых школах и ресторанах мира. На телевидении он уже почти 15 лет. За его спиной проекты на телеканалах Домашний и СТС. Но настоящую всенародную славу он сыскал на пятнице под крылом Николая Картозии. У него там целая коллекция программ. Пожалуй, самые яркие из них – «На ножах», «Адская кухня» и «Битва шефов». Сейчас в работе новый проект. Пока секретный. Кстати, в 2021 году Ивлев занял пятое место в рейтинге доверия среди молодых россиян. Соседи по списку – Морген Штерн, Настя Ивлеева и Егор Крид. Сейчас у шефа собственных ресторанов в управлении нет. Еще до пандемии он вышел из всех проектов. Видимо, у шефа хорошая интуиция. Главное направление деятельности Константина в настоящий момент – это медийная деятельность и компания «Ивлев Групп», которая запускает гастрономические проекты под ключ, предоставляет консалтинг и другие услуги бизнесменам, желающим красиво войти в ресторанный бизнес и допустить меньшее количество ошибок. Ивлев также занимается проведением мероприятий вроде гала-ужинов, где сам готовит авторские сеты и развлекает публику. И много чем еще. Всего так сразу не упомнишь. Женат – двое детей. Ну, хватит болтать. Пойдемте знакомиться. У вас часто называют шеф «Сия Руси» в таком статусе. Прокомментируйте, какая сейчас ситуация в российском ресторанном бизнесе. Это может быть рассвет, ренессанс, может быть упадок, может быть застой, может быть еще что-то. Шеф. Ну, да, шефом «Сия Руси» меня зовут. Это, конечно же, с подачи телеканала «Пятница» и программы «На ножах». Так это как-то запустили, так это, соответственно, пошло. Но при этом, само собой, меня уважают, меня любят, потому что я очень большое количество времени потратил на кулинарию в том числе и на изменение общества по отношению к поварам. Понимаешь, повара еще с советского периода – это были несуны, воры, драчуны и тому подобное. Уровень поваров не с точки зрения мастерства, а с точки зрения социального статуса, оно выросло, да, то есть многие хотят прийти в профессию, многие хотят учиться. При любой власти люди будут хотеть есть, так или иначе. Что касается ресторанного бизнеса, в упадке он или не в упадке – это такая двойственная история. В 2007 году я объявил манифест о создании новой русской кухни. Суть его заключается в том, чтобы использовать отечественные продукты, использовать современные тренды технологического приготовления еды, ну и, соответственно, подачи. Можно использовать дерево, бересту, железо, стекло, хохлому и многое-многое другое. Само собой, эту всю идею подхватили многие мои коллеги. И когда, соответственно, произошло эмбарго, когда нас все заблокировали, и страна начала жить… Про санкции. Про санкции, да. Увеличился объем внутреннего продукта. Но оказалось так, что цена не всегда приемлема для ресторанного бизнеса. И поэтому все начали опять вспоминать Себасы Дорады и турецкие помидоры. Мы все думали о том, что санкции дадут возможность раскрытию наших продуктов, и более кулинария и ресторанный бизнес станет более доступным для людей. Но, к большому сожалению, избушка на курьих ножках повернулась боком. Слава Богу. Суть просто заключается в том, что на некоторые продукты, такие как та же черная икра, крабовое мясо, белые грибы, морские ежи, морские грибишки, то есть такие достаточно деликатесные вещи, которые считаются людьми деликатесными, а на самом деле это простой продукт. Мы поняли, что новую русскую кухню и русскую кухню невозможно будет так экспортировать, как многие другие, как итальянскую, например. Понимаешь? Потому что итальянская еда вся в консервах находится. Ну, в 80%. Ты купил томаты пилати, сыр пармезан, соус песто консервированный, и открывай заведение, готовь эмблему. Ставь ресторан итальянской кухни и все. Вот как раз программа «На ножах» на телеканале «Пятница» она раскрывает всю подноготную, которая существует реально с ресторанным бизнесом в России. Меня зовут Денис, я владелец бара «Бирма», город Адлер. А у меня зовут Ксения. Ксения моя девушка. У нас множество проблем. Потому что все думают о том, что это очень легко поставить стол, покрасить стены, поставить официанта и повара, который непонятно чем фарширует перцы. Оказалось все наоборот. Безумно сложный бизнес, потому что он базируется на людях. Ресторанный бизнес в России, как я люблю говорить, он как сборная России по футболу, есть что есть. И пока на ближайшие несколько лет, так оно и будет. Независимо от того, что в Москву входит Мишлен. Понимаешь? Да, вот сейчас это все обсуждают, что московские рестораны, пусть обсуждают, пусть обсуждают. Какие-то появятся в рейтинге Мишлена. Это грустно, Мишлена. Да, они какие, все уже попилено, все уже распилено, все уже знают, кто что получит. И от этого и грусть и таскают. А что, вот прямо вот так вот все попилено, даже с Мишленом? Даже с ним. А что ты удивился, что даже с Мишленом, понимаешь? Ну, мы любим цепляться в России за какие-то большие западные бренды и вот им доверять. Так вот мы устроены на стране. Если бы у нас в России все сделали по-человечески, как и Мишлен в свое время начинал свою историю, то есть с точки зрения тайны и всего остального. Но пошло все не так. Ну, по крайней мере, мы знаем. То есть вы знаете, кто попадет в... Ну, конечно. Да? Ну, конечно. Проект, к которому вы были причастны, White Rabbit попадет? Ну, я скажу так, что он попадет, да. Хотя, опять же, вот здесь и грусть, да. То есть сам по себе ресторан White Rabbit, это не Мишленский ресторан. Они начали подтягивать сюда, соответственно, лабораторию. Не лабораторию, а которая у них считается гастросетами. Шеф-тейбл. Шеф-тейбл, да. Хотя это не ресторан. Но Мишлен возьмет. Шеф-тейбл, White Rabbit, скорее всего. Какие у вас отношения с Борисом Зарьковым, с этим проектом сейчас? Потому что я, честно говоря, даже не сразу нашел эту историю. Там, то, что у вас был какой-то конфликт. То, что вы занимались вообще White Rabbit, потому что во многом сейчас он известен благодаря Владимиру Мухину, известному тоже. Ну, это классика жанра с точки зрения Бориса Зарькова. Само собой, в 2010 году, что это было, он ко мне приехал вместе с Сашей Затуринским и попросил меня участвовать в этом проекте. Мы его придумали, мы его построили, мы его сделали, запустили. А потом, как бывает, это между людьми начинается разногласие. И, соответственно, я достаточно очень горячий человек и понимаю о том, что если начинается война, если я в ней очень быстро победю, как говорится, я ввязываюсь в войну. Если я понимаю о том, что это не стоит ни моих нерв, ни моих времени, зачем я буду с этим, соответственно, бороться. И поэтому просто-напросто я взял и ушел из проекта, вот и все. Но он говорил, что там что-то не совсем честное вообще было в ресторане с закупками, что цены, там на закупку даже какой-то там гречки были завышены. Чтобы вы понимали, да, то есть вот это классика жанра, из какого бы я проекта ни уходил, да, то есть всегда преследует какой-то шлейф. Не могут люди в России пока правильно, профессионально распрощаться. А в данном случае Зарьков тогда придумал историю, что я якобы сижу там на откатах и тому тому подобное. Ну, это же глупо, понимаешь, сидеть на откате, по крайней мере, мне. А почему глупо-то? Ну, понимаешь, у меня философия жизни совершенно другая. Я всегда получал очень большие деньги. И я это получал большие деньги именно для того, чтобы меня не было в том числе и соблазн воровать. Зачем? Если я хорошо работаю. Рестораторы всегда не очень лестно высказываются о шеф, в который уходит. Но при этом ни один шеф никогда не опроверг или не стал вступать в дебаты, потому что мы намного выше этого. Только мы знаем истинную правду. А если мы все вывалим или все расскажем, поверь мне, Зарьков как Титаник пойдет, соответственно, на дно. Мы просто выше. Страшно, страшно, страшно. Нет, мы просто выше. Можете потопить любого. Абсолютно. Мы просто выше этого, понимаешь? Выше, потому что мы не хотим в этом связаться. Но это же глупо, да? То есть сказать о том, что Ивлев был якобы там пойман на том, чтобы он завышал ценообразование гречки. Нет, он не говорил конкретно так про вас, что это именно вы. Это что там были проблемы на первых этапах. Нет, и проблемы. Чтобы ты понимал основу конфликта, меня наоборот Зарьков просил, чтобы я начал использовать дешевые продукты, а продавать задорого. На что я сказал, ты будешь этим сам заниматься вместо меня. Я никогда этим не занимаюсь. У нас каждый занимался своим делом. Затуринский занимался своим делом, Зарьков своим, я своим. Важно и дороже. Это время. А я не хотел на это тратить время, вот и все. Поэтому спокойно взял и ушел. Сейчас его многие называют самым крутым ресторатором нашим. Ну, называйте, пожалуйста. А с кем у вас вот такие теплые отношения? Со всеми, кроме него. А, то есть это такой у вас был конфликт. Нет, это не конфликт, а для него конфликта. Для меня не было. Для меня такие люди просто умирают, вот и все. То есть я могу его видеть, но я никогда не подам руки и никогда не буду здороваться. Вот и все. Мне какая разница. Потому что нельзя поливать в колодец, в котором ты живешь. Вот вы разными путями пошли. То есть это как бы... Абсолютно верно. Флайндай, некая такая светская Москва, Владимир Мухин. А вы такой народный повар, пятый по узнаваемости среди молодежи. У Володи своя как бы стезя. Володя же не Зарьков, Володя это шеф-повар. То есть хотя, конечно, тоже там, наверное, сейчас муж партнер, может не партнер. Я не знаю, кто он находится. Володя одаренный шеф, молодец. То есть и надо дать должное, что когда-то его заметили, а самое главное, вложили в него кучу денег, сделав из него тот, кто он есть. Понимаешь, вот и все. Поэтому каждый из нас, в этом-то и суть моей правды в том, что мы всегда, и я всегда говорю, что пирог большой, всем хватит. Чего сраться-то? Чего доказывать, да? То есть кто крут, а кто не крут. Время рассудит, и люди рассудят. Понимаешь, кто крут, а кто нет. Вот и все. Я сейчас вспомнил как раз то, что вы из Зарькова, моего первый ресторан «По Озон», да? Участвовали в этом. Он этот проект называет самым неудачным. «По Озон» переводится, по-моему, как «Ад», да? На русский. «Яд». «Яд». Что это был за проект? Слушай, это было миллион лет тому назад. Зарьков вообще им не занимался. Так, на всяких случаях, у него был друг его детства, то есть Антон Сотников. Он этим проектом занимался. А Зарьков в те времена так, по улицам ходил, семечки лузгал, вот. А в основном весь проект лежал на мне, на Саше Затуринском и на Антоне, вот Антон. Потом они, я насколько знаю, там тоже разошлись. «По Озон» это было, слушай, это было начало 2000-х годов. Это был крутейший клуб, чтобы ты понимал, да? То есть это он находился на Мясницкой, дом 13, да. И это был крутой проект, я тебе хочу сказать. Он был и крутой с точки зрения гастрономии, еды. Хотя мы там не делали высокую кухню, а просто я делал вкусно. Я как раз тогда приехал из Екатеринбурга. Вот. И у меня был проект в Екатеринбурге. Я открывал свой первый ресторан. Я был совладельцем. Мы дружили просто с Сашей Затуринским. Мы дружим с ним до сих пор. Мы с ним делали такие проекты еще, как «Сан Мишель», который вообще многие из вас, наверное, еще даже вы в школу-то и в детский сад-то не ходили, когда мы уже эти все истории делали. Вот. То есть и «Литраже» мы делали, и «Бэт Кафе» мы делали. Ну, это крутые вообще проекты были, которые являются апостолами ночной и вкусной жизни Москвы. Так интересно, просто Зайков говорит, что это был ужасный ресторан с ужасным дизайном, который был обречен на провал, что они радовались, что когда они его продали или закрыли. Нет, с точки зрения дизайна, да, он был вообще никакой, потому что Валера Лизунов просто пришел, покрасил в оранжевый цвет, взял кисточку и начал красным цветом что-то на нем арестовать, какие-то эти нейминги какие-то вообще. Нет, с точки зрения этого, да, но он оставил свой след с точки зрения культа. То есть, как бизнес-модель, он, конечно, не работал, потому что тогда все были молодые, тогда у всех думали не об этом, понимаешь? А тогда, в те годы было большей значимости, что ты вот крутой и причастен к тому, что ты сделал, о чем говорят все. А если еще это и деньги приносил, то круто. Ну, тогда все полуворовали, да, то есть, Минаев, Сергей со своими телками, да, то есть, ой, Дуклисом, понимаешь? Дуклисом, да. Ну, он как раз в то время вместе с нами всем тусил. Или мы с ним, я хрен его знает, кто там вместе тусили, да, то есть, он просто, я даже удивлен, что он Лешу Горой, Боцарством Небесного упомянул, и там все клубы, а Пуазон нет, потому что Пуазон он тоже любил в свое время. Вот, ну, забавное было время, и оно было время таких, знаешь, вот экспериментов, на самом деле. Это было очень крутое время, потому что тогда была, и Леша Гороби, еще раз повторюсь, да, со своими проектами осень-зима, значит, этот, сгорел тут Диагилев, Диагилев, который сгорел, понимаешь? И там, это было крутое, это был Пентхаус, да, то есть, это был, соответственно, Пуазон, это, блин, у меня даже вылетело много из головы, да, то есть, Андрей Кобзон участвовал в разных проектах, тогда тоже очень так мощно, да, в ресторанах. Семачев, Денис, ты что, слушай, это время вообще крутейшее. Это молодость была, но это была еще и крутая, очень тусовка, то есть, люди общались по-другому, было более раскрепощены, все общались, никто не шкирился, знаешь, там, как это, там, по своим местам и друг на друга плюют, как сейчас, понимаешь, там, обсера, либо еще что-то. Ну, сейчас современный тренд, обсера, и вообще, я считаю, что сейчас беда 21 века, это зависть и жадность, понимаешь? И поэтому, вместо того, чтобы, тогда все были радостны, вот, давай это построим, давай, нашли инвестора, понимаешь, он вбахал деньги, мы все до копейки построили, сделали, ну, а там уж не ж могла, так не ж могла. Ну, по крайней мере, время все круто провели, понимаешь? Вот чем кайф был. А сейчас бизнес скучный, да? Но сейчас, с одной стороны, он даже и спокойнее, потому что сейчас уже никто никого не убивает, да, то есть, по крайней мере, никто никого не закапывает, но, блин, не получилось, так не получилось. Это же такие угрозы были, что? Со мной-то нет, потому что я достаточно предельно честный, откровенный, да, то есть в бизнесе я никого ничего не своровал, не сворую никогда, мне просто неинтересно, и поэтому меня никогда не закапывали, но я участвовал в некоторых проектах, где старшие товарищи, скажу так, с ума сходили, понимаешь, за что нам потом предъявляли, Но так как я родился в 74-м году, я умею разговаривать на языке 80-х, 90-х, понимаешь? И поэтому я сразу сказал, ребят, с ними делать, что хотите, а я тут ни при чем. Константин, я, насколько понимаю, мы у вас в гримёрке находимся. А где здесь какие-то специальные, я не знаю, секреты, допинги? Как вы так держитесь? Сколько у вас съёмок? Гримёрка у меня, знаешь, как передаточная, потому что это не постоянно моя. Она может быть сегодня такая, завтра, соответственно, другая. Но есть несколько атрибутов, которые сразу говорят о том, что это моя гримёрка. Во-первых, французская вода Эвен. Я пью только её. Десятки лет. И она у меня стоит в райдере, это обязательно. Просто вкусная вода. Дальше, конечно же, это чай. Я пью только Элгрей. Не знаю, правда, что сделать микроволновка, которую я всегда выкидываю в программе на ножах, но здесь она что-то стоит. Но это, скорее всего, мой помощник себе там что-то разогревает, но не мне. А всё остальное, да, это такие там атрибуты с точки зрения каких-то фруктозы, небольшое количество яблок, мои батончики без сахара обязательно. И Света сегодня, гример, приехала из Санкт-Петербурга и привезла конфеты, которые я не ем, но она надо мной издевается. Вот это она всё съела, я вообще не одну конфету. А почему вы конфеты не едите? Ну, потому что я стараюсь... Утром я сижу на определённой диете, которую сам разработал, и за год похудел на 30 с лишним килограмм. Принцип диеты очень простой. Это до обеда можно есть всё, а в обед и уже после полный отказ от углеводов, переходим на белки, на большее количество воды и желательно добавить ещё спорт. Вот и всё. То есть я не напрягаюсь в этом доме. Калории считаете? Калории не считаю. Я профессионал. Мне калории не надо считать, потому что я так или иначе знаю, сколько чего в каждом продукте. Я же профессиональный шеф, ты забыл что-то. То есть это у вас подсчитывается автоматически? Ну, само собой, конечно. Я же знаю, я разрабатываю большое количество диет для разных людей, для спортсменов, для просто людей, которые хотят кайфовать по жизни, но при этом с ума не сходить в тренажёрных залах, а постепенно-постепенно, да, то есть снижать свой вес. Вот и всё. Как-то жизнь поменялась, когда похудели на 30 килограмм? Ну, вообще никак не поменялась. Понимаешь, просто стало намного комфортнее, и некоторые шмотки, которые раньше я не мог носить, да, то есть теперь, оказывается, выглядит так красиво иногда. Ивлев, конечно, красавчик, друзья, заметили, да? Похудел на 30-ку, просто молодец. Говорит, здоровое питание, диета, это всё понятно. Но важен ещё и спорт. И мы приехали позаниматься спортом в Мозер Клаб. Это клуб фигурного катания в уникальном комплексе Арктика. Погнали! Спорт-комплекс Арктика в новой переделке на новая точка притяжения на юго-западе столицы. Не случайно самый необычный клуб фигурного катания Мозер расположился именно здесь. Для учеников и их родителей тут есть всё самое необходимое. Огромная парковка, сервис-зона, 4 ледовые арены, комфортный зал ожидания, 25-метровый плавательный бассейн с неглубокой детской зоной, огромный суперсовременный тренажёрный зал, зал для хореографии, многофункциональный игровой зал, зона для занятия боксом и классный ресторан. Только мы можем приехать снимать интеграцию про спорт и найти круассаны. Офигенно! В этом году в очередной раз вышел рейтинг богатейших звёзд шоу-бизнеса и спорта. Спортсменов в нём 12 человек. И половина сделала своё имя и состояние прямо на льду. Родители после таких рейтингов или очередной громкой олимпиады задумываются о том, куда отдать своего ребёнка, в какую секцию. А я задумываюсь о том, правильно ли я выбрал профессию, своё ремесло. И это то место, где воспитывают будущих призёров и участников наших рейтингов. И, на мой взгляд, одно из самых-самых стильных спортивных мест в России. Клуб Моузер назван в честь заслуженного тренера России Нины Михайловны Мозер. На её счету в общем командном зачёте клуба Нины Мозер 130 медалей, завоёванных во всех возможных турнирах. От чемпионатов мира до Олимпийских игр. Именно ей обязаны своим успехом Татьяна Волосожар и Максим Троньков, Ксения Столбова и Фёдор Климов, Наталья Забияко и Александр Энберт. Выдающиеся фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Авторская методика Нины Мозер и сегодня помогает Мозер-клабу воспитывать будущих чемпионов. Самое главное, чтобы ребёнок не страдал. Самое главное, чтобы ребёнок хотел и делал это с удовольствием. Фигурное катание сложен координационный вид спорта. И когда ребёнок не подготовлено делает какие-то серьёзные большие нагрузки, безусловно, появляется травма. А мы хотим, чтобы ребёнок здоровым пришёл к хорошему результату. Нина Михайловна, а в чём вот Ваша особенность методики в Мозер-клаб? Методика, которую мы разработали, я подчёркиваю мы, потому что над этой методикой работал Саша Энберт, мой ученик, который был серебряным призёром Олимпийских игр. Наверное, это можно сравнить с педагогикой, которая в школе образовательной. То есть ребёнок приходит, он сначала рисует палочки, потом он буковки, потом слова, потом только начинает делать сочинения. К сожалению, сейчас в моём виде спорта стараются так. Пришли, палочки написали и сразу сочинения делаем. В конечном итоге на пьедестал встают единицы. Нина Михайловна, а меня будут взяли такого? Да, с удовольствием. С удовольствием? Серьёзно? Да, у нас же есть группа для взрослых фигуристов. То есть можно в любом возрасте и весе начать, да? Да, то есть у нас приходите, у нас и в Вашем месте есть люди. Удобность современной раздевалки – это важное дополнение для продуманного тренировочного процесса. Кстати, в Мозер Клаб дети занимаются по уникальной разработанной программе Нины Михайловны Мозер. Также существует интересная система мотивации для детей в виде дневников, которые втягивают в процесс. Для новичков это шкатулка чемпиона в виде сказки. А для детей спортивной подготовки – дневник чемпиона. Друзья, чтобы вы понимали, я вообще не умею кататься. Сейчас будет настоящий бычара на льду. Но мне выдали вот шкатулку чемпиона, дневник чемпиона и главное – это тренера. Тут в надёжных руках вы будете находиться меня, ожидает Анастасия. А я, честно говоря, су, но делаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я прыгнула на выезд в четверть. Мне было 7 лет. Это первый тулуп был? Да. А сейчас я уже докручиваю 8. Если ты хорошо работал всё это время, то ты можешь занять первое место. А если ты плохо работал, то ничего не жди. Можешь даже на лёд не выходить. А коньки откуда? Купили. Купили? Родители? Да. Ну ты береги эти коньки. Александр Овечкин свои сейчас продал за миллионы-миллионы долларов. Представляешь? Приятное завершение сложной тренировки, подведение итогов и оценка успехов. Как я и говорил, тут в Моузер Клабе их фиксируют в очень стильных, специально разработанных при участии тренера дневника. Ну что, а у тебя тоже такая маленькая наклеечка? Это что? Это двойка, значит, или что? Тройка? Двойка. Двойка у меня? Да. А у тебя что? Пятёрка. Это пятёрка вот такая? Да. И что это? Я, получается, лузер? Да. Какая радость, да, просто вообще, я не могу. У меня получится? Может, ты меня замотивируешь как-то? Что ты только смеёшься? Мне кажется, уже не получится. Уже не получится? Ну ничего, я так не сдамся просто. Вот ты мне не веришь, я тебе докажу. Я тебе докажу. Друзья, не теряйте время, пустите красивый спорт на льду в свою жизнь. Моузер Клаб – это уникальная программа, адаптированная как для детей, так и для взрослых. Никогда не поздно. Ссылка в описании под этим видео. По специальному промо-коду Forbes Digest скидка 5% и бесплатная заточка коньков. Переходи по ссылке. Про первый миллион свой расскажите, как заработали? На кухне? На всём. Ну, само собой на кухне. Я был одним из самых таких высокооплачиваемых людей, и мне поваров, шефов. И мне безумно просто нравилось работать и нравится до сих пор, понимаешь? Поэтому я, честно, работал и работаю до сих пор, и получаю деньги, соответственно, своему статусу. Не с точки зрения звезды, а с точки зрения того, сколько я работаю. Вот всё. А первые самые деньги в юности? Самые первые деньги я зарабатывал на рыбе. У меня братья у нас под Москвой, дача была в Малаховке, и там речка. Вот мы запруды делали, и братья ходили, ловили рыбу. А я маленький шпен, я самый младший в родне. И они рыбу всю кидали мне на берег, я её в сумке клал и носил. Я был носильщиком. Вот мы приходили, крупную рыбу отдавали родителям, а мелкую. У нас там был колхозный рынок у станции Малаховка. Тогда все всё продавали, и никому ничего не запрещали. Всё это мы ставили кучки из рыбы. Знаешь, там 10 копеек, 20 копеек. А я был очень весёлый такой, и меня ставили. Я вот стишки рассказывал, танцевал и всё раскупал. Получал свой гонорар в виде 10-15 копеек, и всё. Всё, Свет? Пора на съёмку. Да, ребзя, технический стоп. Мы в павильонах Амедиа. Сколько вы здесь времени в месяц проводите? Здесь снимается два проекта. Здесь снимается битва шефов, и здесь снимаются молодые ножи. А на студии на подъёмной, 12, там снимается адская кухня. Программа на ножах снимается по всей России. То есть, видишь, у программы на ножах самый большой павильон в мире. По 15 часов в день у вас съёмки длятся? Ну, в среднем, да. Вот такой большой график работы. Ну, а что? Мы привычные. Мне что на кухне было стоять, что, соответственно, здесь. Вот сейчас мы находимся в офисе Ивлев Групп. Это управляющая компания вашего бизнеса. Это мой офис моей компании. Это один из, где сидит мой партнёр Василиса Ефимович и, соответственно, некоторые менеджеры по проектам. Расскажите вообще, как устроен ваш бизнес. У вас столько активности, даже не разобраться. Запускаете вы рестораны, у вас миллион всяких ассоциаций, федераций, даже федерация школьников есть. Российское движение школьников. Российское движение школьников. Вы ведёте программу на ТВ. Ходит по свету одна легенда. О великом и ужасном боге кулинарии. Громовержце Константине Ивлеве. Тикток. Мне надо спасать людей, поэтому я, как всегда, выбрал своего коня воронца. Эх, мой конь. Как устроен бизнес под названием Константин Ивлев? Что такое Ивлев Групп? Он подразумевает. Ивлев Шеф Ченнел. У нас свой продакшн. Мы снимаем не только для своего YouTube-канала, не только для Инстаграма, но и снимаем рекламные ролики и многое другое для многих брендов. Мы начали придумывать очень большое количество телевизионных программ, которые впоследствии у нас приобретают, и у нас дружеские профессиональные сотрудничества с телеканалом «Пятница», для которых мы придумываем в том числе телевизионные программы, такие как «Ночной дожор», «Марусь и Шеф». Это именно является нашей выдумкой. В нашей компании также есть подразделение, как Ивлев Трэбл. Мы занимаемся здесь тоже несколькими направлениями. Первое направление – это, соответственно, гал-ужины. Шеф-ковар, ресторатор, лидер индустрии. Константин Ивлев! Я рад вас всех приветствовать. Здравствуйте. Ну, ввиду того, что я шеф и безумно люблю готовить, но в последнее время, ну, как в последнее время, лет 10 я не стою у станка. То есть у меня нет одной кухни, одной ресторана. Нам стало это неинтересно. Но готовить я обожаю, поэтому я готовлю не только дома, не только на YouTube-канале, но вообще везде. И поэтому, чтобы лишний раз ловить кайф вот этого, да, то есть мы с Василисой, соответственно, придумали эту тему, что раз в месяц мы даем где-то гал-ужин. Это может быть, вот сейчас вот будет, ну, было уже много, сейчас у нас впереди будет, соответственно, Байкал, будет Армавир, значит, будет Самара, будет Дубай. То есть мы не останавливаемся ни на границе. Это такие красивые мероприятия. Это большие мероприятия, среднего, это большие мероприятия, где-то от 100 до 200-300, соответственно, персон. Где вы делаете свой сет? Это сет свой я делаю, да, я делаю свой сет, да не переживай, что ты переживаешь-то? Я делаю свой сет, и это комическая история, продаются билеты. А вы с Василисой партнеры 50 на 50, это как это? Нет, у нас другая, значит, расценка, но я сразу скажу, наверное, я понимаю, что вы Forbes, вам интересна эта история, но мы с Василисой никогда никому ничего не говорим о деньгах, потому что считаем, что счастье и деньги любят тишину. Это я сразу говорю, может, мне вопросы эти не задавать. Какая у Вас самая дорогая покупка в жизни? Самая дорогая покупка в жизни? Ну, если быть, наверное, откровенным, то за последнее время этот дом. Этот элитный поселок в 20 километрах от Москвы на Новорижском шоссе – место силы и счастья самого знаменитого шеф-повара страны Константина Ивлева. А вы автолюбитель? Автолюбитель, конечно, я обожаю. Какая у Вас тачка? У меня Lexus, потому что я являюсь амбассадором Lexus. А вот этот самый большой, 570? Нет, у меня GX. Они Вам дают машину? У меня с Lexus все хорошо. Я ездю на Lexus постоянно, на разных. Сколько будет стоить вот с Вами на год записать какой-то контракт? Я знаю, что Вы разуме не интересуетесь, я узнавал. Вот только на год, что у Вас сейчас, вот конец сентября, у Вас там два контракта кончатся, по-моему. За сколько можно будет третий с Вами заключить? Ну, все зависит от бренда, да, то есть все зависит от пожеланий. Но, поверь мне, это правильная цена в соотношении цены и качества. Вы сказали, что конкретно какие-то там выручки не раскрываете. Ну, а зачем она? Ну, скажите, вот, может, процентом соотношения, что все-таки ядро Вашего бизнеса? Это вот программы на пятнице, Ваш инстаграм или что? Нет, причем, значит, программы на пятнице – это мое личное, да, то есть участие – это мое личное поле. А являв группу, оно к проектам адской кухни, на ножах, молодые шефы, да, оно не имеет никакого отношения. Это совершенно разные вещи. То есть есть еще отдельно Ваши проекты на пятнице? Да, то же самое, как есть проекты, где я являлась рекламным амбассадором крупных брендов. Есть частичные, которые относятся к явлевгруппу, а есть те, которые относятся именно лично ко мне. У Вас пройдется с Метро по всему городу? Ну, абсолютно, не только с Метро, а со многими компаниями очень крупными. Это, соответственно, и Тефаль, это Мясницкий ряд и бла-бла-бла, в общем, большие компании. А сколько у Вас сейчас активных рекламных контрактов? Активных рекламных контрактов, слушай, ну не знаю, штук, наверное, 10 плюс-минус. На роскошь тратите какие-то деньги? Вообще, нет, конечно, тратите на роскошь. Но, во-первых, я люблю, когда моя жена Валерия выглядит роскошно. Она ездит, например, на Порше. Вот, я ей подарил этот сваренный подарок. И, конечно же, я люблю, когда моя женщина выглядит красиво. И я дарю ей подарки, ювелирные изделия и много-многое другое. Вот и все. Себе я, конечно же, не покупаю. Это я, в первую очередь, все-таки мужчина. Но это моя чистая философия. Мне либо дарят что-то, и жена в том числе. Вот. И такого прям это... А это у Вас что? Это один браслет. Это 50-й псалом. Это молитва. А второй браслет, это тоже относится к моему вероисповеданию. Вот, я верю в Бога. И там тоже написано молитва. Соцсети Вы сами видите или у Вас есть эсамон? Я Инстаграм только сам веду. Остальное все введут помощники. Сколько стоит пост у шефа в Инстаграме? Купить рекламу, рекламу купить. Много. Много стоит. Слушай, но это, опять же, это тренд современного мира. И стесняться не надо. Но где-то в среднем, там, я сейчас точно не помню, от 600 или 800 тысяч рублей. А есть вот что-то, что Вы не рекламируете? Чтобы ты понимал, да, то есть я никогда не рекламирую то, что я не попробую, либо не подержу в руках. Если мне она безумно не нравится, но люди хотят заплатить деньги, поверь мне, я никогда это рекламировать не буду. Он сидит, Василиса, она тебе это подтвердит. Забраться легко, удержаться сложнее. Константин, как Вы думаете, какой сейчас потолок у шефов по зарплатам в Москве? Вот это самое крутое. Я не думаю, я знаю. Знаете, да. Какая это планка? Слушай, ну, я тебе могу сказать так, что, значит, средняя зарплата начинающего повара базируется где-то от 80 до 150 тысяч рублей. А средней руки шеф, у которого уже стаж, там, 5-6 лет, он может получать 250. И край где-то это 400 и плюс процент. То есть один из первых шефов, кто ввел процентную ставку, это был я, потому что у меня были очень большие зарплаты. Я иногда предлагал, соответственно, рестораторам участвовать в проекте с небольшой зарплатой, да, то есть и процент, соответственно, от, не от оборота, а от прибыли. Потому что должна быть мотивация. Самая крутая мотивация – это деньги. На что Вы тратите деньги? Я трачу деньги на себя, с точки зрения себя, своей семьи и, соответственно, родных людей. Ну, что это? Это вот путешествия или там образование? Да это может быть все. Путешествия, образование. Слабости у Вас есть какие-то такие? Нет у меня слабости. Знаешь, я настолько… Меня когда-то отец сказал очень важную вещь, да, то есть в детстве, когда мне было 5 лет, он мне сказал, что научишься управлять своими деньгами, научишься управлять своей жизнью. Поэтому у меня нет гипер сумасшедших каких-то запросов, да, то есть обвесить себя цацками. Ну, ролик с у Вас есть. Дорогой одежды – это подарок. Дорогой одежды, да. Как на Типископ отвечаете? Машины и тому подобное. Не, ну это правда, подарок – это сын с первой женой мне подарили. Да, я люблю комфортно жить, там, если мы куда-то путешествуем, это очень хорошие отели. Я люблю, да, хорошо поесть, я люблю красивые вещи, но у меня нет ни одной вещи, там, Dolce & Gabbana, либо Gucci. Соотношение цены и качества. Ну, а Стон Айленд как у правильного футбольного фаната? Вы же фанат Динамо, насколько я? Я фанат Динамо. Что касается одежды, она должна быть, соответственно, комфортной. Но если это какой-то бренд, ну, в общем, бы и нет. Я никогда не одену вещь, как вот, например, да, чтобы здесь было все в брендах. Там, Balsiago или еще что-то. Это я не одену, потому что я считаю, что это смешно. Максимум, что это может быть кроссовки Nike, да, то есть, где будет лейбак прям такой здоровущий. Ну, это круто, это мне нравится. Меня сын, зараза, приучил меня, точнее, заманил меня. Я раньше вообще кроссовки не носил. Насколько у вас лет, контракт на пятницу? У меня нет контракта на пятницу. Вы как наемный сотрудник работаете? Я не наемный сотрудник. У нас есть просто правильное профессионализм отношения о том, что я снимаюсь в этой программе. Но я не принадлежу к каналу «Пятница». То есть на вас не распространяются там какие-то правила других ведущих? На меня не распространяется это правило. На меня не надо их распространять, потому что я взрослый профессионал, понимаешь? Я сам понимаю. Зачем со мной заключать контракт, если я на другой канал не пойду работать? Да, я хожу на какие-то шоу в виде веду и в виде гостя. Но не ведущего. Зачем? Я сам понимаю, значит, азбуку и законы бизнеса. А вы продюсера своих передать? Нет, я не продюсер, но я само собой помогаю. А, то есть вам просто платят гонорар за... У меня есть гонорар, да. Секрет какой? Я же тебе сказал, что я не разговариваю о деньгах и о любви. Но я должен был это спросить. Но я тебе ответил, не скажу. А как относишься к тому, что Тина Кандалаки теперь отвечает за развлекательную политику? Ну... Новость такая во всех. Мне, знаешь, мне очень сложно... Знаком, конечно. Мне сложно пока это комментировать, потому что я знаю немножко, что было на Матч ТВ, потому что мир телевидения, он же маленький, понимаешь? И все знают, какие там были перлы. Поэтому пока не готов эту историю комментировать. Надо просто понять. Понимаешь, любой человек может измениться как в хорошую, так и в плохую сторону. Поэтому она пришла, и все, наверное, в том числе и я, ждем, как человек представится и как начнет работать. А там уже посмотрим. Встречаем по одежке, провожаем по уму. А с Картозией у вас какие отношения? У меня замечательные человеческие, товарищеские, дружеские отношения. И вы ему проект презентовали? Или это он на вас вышел? Нет, это канал 5 вышел на меня. Я презентовал уже другие проекты. То есть Николай достаточно очень открытый, профессиональный человек. И каждый из ведущих может всегда набрать ему и попросить аудиенции встретиться, неважно, в офисе, либо в кафе, за чашкой кофе, и, соответственно, обсудить какие-то текущие дела. Он достаточно в этом плане открытый человек. И когда у меня есть идеи, я ему так же звоню, мы встречаемся, я ему рассказываю про какие-то идеи. Вот ваш проект «Шеф и Маша». Маша и Шеф, да, это полностью наш проект, и в группу продакшен мы его придумали, мы его предложили. Николай, ему понравилось, и мы его сняли, и первый сезон прошел успешно очень по телеканалу «Пятница». Также потом мы придумали «Ночной дожор», который в том числе, но он перешел на платформу Премьер ТВ. То есть, насколько я понимаю, внутри «Пятницы» есть такая свобода, в отличие от многих телеканалов. Ну, конечно, а смысл держать нас в клетке? Зачем? Но это во многом заслуга «Картозии», да, насколько я понимаю? Я считаю, что заслуга «Картозии» именно в том, что он ставит на правильных людей, он ищет правильных людей. А дальше заслуга общая, понимаешь? Я не могу сказать, что я один причастен к успеху и к ТЭФе программы на ножах, или к успеху программадской кухни, или еще что-то. Работает команда. Один в поле не воин, в ресторанном бизнесе то же самое. Ты один ничего не можешь сделать, только за счет команды. И если ты правильное управление, то, соответственно, ты будешь на коне. Вас все называют шеф-поваром «Всея Руси», за вами закрепилось такой статус. А, я подожди, извини, дружище, я еще не все рассказал, что «Ивлевгрупп» делается. А, это еще не все, окей. Конечно. Продолжайте, продолжайте про «Ивлевгрупп». Дальше. «Ивлевтревел» – это в том числе, помимо гастросетов, это, соответственно, мы делаем рейтинг по России рынков. То есть, это то же самое, одно из приложений, мощный, который выйдет в 2022 году. Продовольственных просто рынков? Это продовольственные рынки. С учетом того, что я занимаюсь телевидением и программы на ножах, путешествую по всей России, то я всегда заезжаю в эту тему. Это очень тоже хороший бизнес. Также мы занимаемся изданием. То есть, мы сейчас в работе, у нас находятся 6 книг. И в 2022 году у нас будет выйдет одна очень большая энциклопедия современной, новой, народной русской кухни. Мы с Василисой замахнулись на ее величество в книжку о вкусной и здоровой пище, которая была выпущена в конце 40-х годов, которая есть у каждой мамы, у каждой бабушки. Ну, я не уверен, что эта книжка у Вас есть, хотя я думаю, что она, наверное, кому-то из Вас перешла по наследству. Вообще, я выпустил 40 книг уже до этого. Правда, их сейчас нигде не достать, они все распроданы. Но это были книги, выпущенные последние 20 лет, не мои лично, а это были в соавторстве с большим количеством моих друзей, шеф-поваров, партнеров и многое другое. Сеф, сейчас перерыв между записями у Вас. Что Вы заказали своей помощнице в столовой? Слушай, но вообще я ем в простых местах и даже вот в таких. Я не люблю кинокорм, как в его проявлении, когда вот это все привозят, знаешь, маленькое. Но, учитывая свой профессиональный статус, я имею на, имею возможность на какие-то привилегии. То есть, я могу себе заказывать еду из любого ресторана Москвы. Но, учитывая то, что мы находимся на Амеде, здесь офигенная столовка. Я люблю столовки, я же вырос на столовках в советское время, понимаешь, и на рубль можно было натрескаться до пупа. Сейчас, конечно, на рубль ты уже не натрескаешься, но рацион мой вообще очень скромный и понятный, потому что я к пище отношусь либо просто как топливо, чтобы поесть и забыть о еде, либо, соответственно, с точки зрения какой-то полезной, полезных, соответственно, моментах. И сейчас я сижу на правильном питании, поэтому я попросил суп, чтобы был это борщ, либо куриная лапша, чтобы это был какой-то салат, лучше всего это какой-то из капусты салат, из капусты, огурца, но не майонезный, ничего. И, конечно же, рубленная масса, я в большей степени люблю котлетосы, потому что котлеты можно есть как в холодном виде, так же как и в горячем виде. Холодненькая котлетка на черном хлебе, да? Да, да, да. Я поклонник и фанат Динамо, Москва. Я запомнил первый раз, когда меня отец туда привез, там продавался динамовский бутерброд. Это всегда был ломать хлеба и холодная котлета. И почему я всегда ее любил, после этой котлеты никогда не было изжоги. А в других заведениях бывало, покупаешь котлеты, а тебя изжога потом мучает. А у вас постоянно изжога, какие-то профессиональные болезни, вот гастрит вы говорили, да? Не-не-не, изжога это бывает именно тогда, когда неправильно сделано приготовленное блюдо. Но у поваров две профессиональные болезни. Это гастрит и варикоз вин. Ну, гастрит он из-за того, что мы не всегда едим правильную еду с точки зрения полезности, ну и, соответственно, временного принятия пищи, понимаешь? А вина из-за того, что мы очень много находимся на ногах, бывает иногда вес выше нормы, и вот эти вот начинаются качели. Ну и плюс еще ребята неправильно носят обувь. Существует профессиональный сабо, либо надо, можно ходить в простой одежде, ой, в простой обуви, но при этом положить ортопедические, значит, эти стельки. Стельки. У меня стельки профессионально мне делают... О, дырка на носки, офигеть, блин. Вот он, главный сэр. Не хватает гонорарий. Подловили, гады. Жене скажу, ты что ж меня... Ты меня вот на этой ноге покажу. У меня профессионально-ортопедическая, значит, стелька, она сделана по всем правилам, по всем законам. Делает ее мой друг Александр, который сам по себе является профессионалом и делает большое количество стелек для хоккеистов, футболистов, горнолыжников. То есть это профессионал в своем деле. И я вот хожу в этих стельках, и после операции я вырезал все вены. Я сейчас как балерина себя чувствую. Ноги прям шикарные. Ну, вес, во-первых, правильный, ну и ощущения. Помимо прочего, Ивлев Групп занимается народными фестивалями. Вот у нас сейчас прошел, соответственно, фестиваль, который мы делали в Нижнем Новгороде. Он называется «Дашеф». Вот это ежегодный фестиваль, который сам по себе будет транслироваться впоследствии по всей России. То есть он, это семейный, это непрофессиональный. Помимо прочего, Ивлев Групп – это большая компания, которая занимается мерчем. Мы разрабатываем свой мерч. Вот ты видишь, здесь соль стоит. Вон небольшой, соответственно, висят все мои изделия, где мы придумываем. Ну, помимо прочего, в следующем году у нас тоже будут фестивали. И мы сейчас делаем впервые первый российский летний кулинарный лагерь для подростков от 10 лет. Ну и плюс мы еще разрабатываем систему обучения, систему питания и многое-многое-многое-многое другое. В том числе один из наших мощных проектов – это ежегодный фестиваль предновогодний название лучшего салата оливье и сельд под шубу. Мы его проводим уже третий раз. Это ежегодный всероссийский конкурс. То есть со всей России нам присылают в своих тазиках оливье, сельд под шубу, и мы выбираем лучших. То есть, чтобы ты понимал… Это выглядит очень прикольно. 200 оливье или несколько? 200? Несколько тысяч. Я тебя умоляю, у нас в стране народу сколько? Сейчас тебе присылают сто или 200. Тысячами? Мы были одно время бренд-шефом Ginze Project. Не устарела ли эта концепция сама по себе? То, что вот у них во всех ресторанах в Санкт-Петербурге примерно одинаковое меню, пицца, суши, роллы. Я тебе признаюсь честно, во-первых, это был не самый приятный мой опыт работы, потому что ребята себя не очень корректно повели с точки зрения бизнес-практики. Поэтому я это очень редко, когда говорю о том, что я там работал. И комментировать тоже нет никакого желания. Я вообще не знаю, что она сейчас представляет. Я знаю, что в Питере она еще как-то существует, а в Москве, если мне не изменяет память, я даже вообще и не знаю, в Москве-то есть их рестораны. Какие у вас сейчас взаимоотношения с Аркадием Новиковым? Отличные, человеческие, профессиональные. И мы, бывает, так пересекаемся, с большим удовольствием жмем руку, обжимаемся, что-нибудь друг другу скажем, приятное, хорошее, поддержим друг друга и, соответственно, все. Он до сих пор номер один ресторатор? Я считаю, да. Понимаешь, Аркадий, знаешь, в чем его плюс самый большой? Я у него даже эту историю перенял. Аркадий знает, что хочет человек. Если ты хочешь добиться успеха в любом бизнесе, поставь себя на место человека. Если ты четко будешь понимать конечную цель, тебе просто будет намного легче. Вот и все. И Аркадий в этом плане, ты же посмотри, у Аркадия же только в этом году, когда пошла новость о том, что приходит Мишлен, Аркадий начал заниматься высокой гастрономией, открыл ресторан, забыл, как он называется, гастрономический. А до этого у него не было ни одного гастрономического ресторана. Все рестораны именно правильные, вкусные, с простой едой и с правильным ценником. И в этом плюс Аркадия, что он создал свою империю именно по принципу любого каприза, что хочет гость. У него есть и восточные, и кавказские рестораны, у него есть и Камчатка, у него есть и забегаловки разные, понимаешь, китайские, такие-таки, цароварни и много-много другое. То есть на любой вкус. И поэтому, если человек не хочет обломаться, он идет к Аркадию, чего и я советую. Какие вам требовались инвестиции вначале в свой бренд, чтобы стать Константином Ивлевым? Насколько я понимаю, вы учились в ПТУ, отслужили в армии, потом решили, что поварское дело – это вот ваше. Оно не то, что я решил, что мое поварское дело. Просто мне когда-то отец сказал, да, то есть, Костя, ты любишь пожрать, иди в повара. Потому что при любой власти люди будут хотеть есть. Если у тебя будет голова на плечах, то будешь еще при куске хлеба. Ты начинал с самых низов, понимаешь, и потом я пошел, 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 и мне нравилось это делать. Но я начал этим заниматься, потому что я понял, что это будущее, понимаешь, в том числе. Это ресторанный бизнес будет развиваться. Я тебе больше скажу, он еще не развит у нас в стране на 100%, он развит, процентов только на 50%. То есть, сам по себе, по прогнозам, ресторанный бизнес, он будет развиваться еще лет 10-15, минимум спокойно. Потому что базис ресторанного бизнеса, в том числе, он держится и на туристике. А у нас туристика нет, кроме Питера. Понимаешь, в Москве он слабый. И почему Мишлен тот же заводится, да? То есть, для того, чтобы увеличить или поднять статус туристической столицы мира, в том числе, как Москва. В Париже около 40 тысяч. В Париже больше 40 тысяч. А в Москве, вы понимали, да? То есть, по последним данным, 18 тысяч. То есть, как минимум, вообще, потому что Париж меньше. Париж, как Темирейский район Москвы, к примеру, да? То есть, вот и все. Но вот в этом плане, как раз вот этот эмбарго, который произошел, да? То он как раз очень хорошо сработал на туризм. То есть, на продукты он не сработал, а на внутренний туризм, да? То есть, на агротуризм, как мы его еще называем, он сработал на 100%. Да? То есть, очень много людей, которые ездят, по своей стране, Суздаль, там, Пятигорск, Архыз, понимаешь, там, какие-то другие. Но я уже не беру Краснодарский край и тому подобное. То есть, люди с таким удивлением и с такой хэппи-счастьем, да? То есть, путешествуют по России. И, самое главное, все разговаривают на одном языке, одни деньги, да? То есть, и все более-менее комфортно и безопасно. Ваши конфликты на экране с Ренатом Акзамовым – это продуманная такая история? То, что вы все время друг друга поддеваете? Или у вас, правда, есть какая-то конкуренция между друг другом? Буду голодать! Ты у меня на хате! Чего и орешь? Она моя! Я, на самом деле, вообще не сомневаюсь, что именно участники моей оранжевой банды прекрасно справятся с сегодняшним заданием. Ну, не знаю, не знаю, мой шоколадный заяц. Да, во-первых, конкуренции никакой нет. Это чисто кулинарный стеб. Понимаешь, надо к этому относиться. Вообще, повара очень большое количество, как и кондитеров, это юморные ребята. Работа на кухне доставляет радость и удовольствие. Ну, ты представляешь, ты по 12-15 часов находишься каждый день с одними и теми же людьми, как на подводной лодке. И если ты будешь угрюмряка, ну, блин, нафиг ты кому нужен, но ты не интересен. Но зрители его пишут, типа, Ивлев, ты там дебил, да, акзамов лучше. То есть многие в это верят. Вообще, я тебе могу сказать, что Картозия замутил один из крутейших проектов. Суть его заключалась в том, в битве шефа, что он понимал, что есть армия поклонников у Акзамова, есть армия поклонников у Ивлева. И главное, не посрать их, а наоборот, вывести в то русло, где эти два направления станут поклонниками битвы шефов, этого кулинарного шоу. И мы как раз с Ренатом сделали все, что от нас требовалось. Мы с ним сами в достаточно нормальных, правильных отношениях. Но это задело, соответственно, зрителей. И такой отклик мощный, хороший, что говорит о том, что мы сделали все круто. Мы сделали продукт, который нравится людям. Понимаешь, в чем смысл? Это тоже, о чем мы с тобой говорили. Мы работаем для людей. А так Акзамов, что, милый сладкий паренек. Кондитер делает там тортики, пироженки и клерчики фарширует непонятно чем. Ну, что, молодец. Но он не в тренде здорового образа жизни сейчас, да? Да посмотри на него, как он может быть в тренде. Там сплошной сахар, сплошная глюкоза, масло, жир. Не в этом дело. Все вредно. Ну, слушай, сладкое, если в меру есть, это все правильно. Глюкоза, сахар дает очень хорошую пищу для мозга. Чтобы ты понимал, но все должно быть умеренно. Каждый продукт – это медаль с двумя сторонами. Каждый продукт несет как плюс, так же, как и минус нашему организму. И самое главное, вот мой девиз профессиональный, знаешь, какой? Самая вкусная еда – это жирная еда. Ну, не надо переедать. Все должно быть в меру. Но какое картофельное пюре без сливочного масла? Какой салат оливье без майонеза? Какое яйцо под майонезом без зеленого горошка? Вот. В России вообще хорошие продукты, на ваш взгляд? Да. Овощи, там, мясо? Я считаю, да, беда России с точки зрения продуктовой. Просто то, что мы в ресторанном бизнесе хотим все и постоянно. Всегда устрицы были, спелая клубника, да, то есть и тому подобное. В умных ресторанах во всей Европе существует сезонность. В чем принцип и кайф сезонности? Продукт находится на пике своего вкуса, и он дешевле. Потому что вот до хрена. Но мы, опять же, да, то есть хотим, чтобы у нас клубника была круглый год. При этом в простых заведениях клубнику не едят, потому что она денег стоит. И рестораторы, и повара ее покупают, списывают, либо перерабатывают, соответственно, на соус, варенье, всякую хрень. И в конечном итоге все равно это выбрасывают, понимаешь? Хотя продукты, опять же, наша страна богатейшая не с точки зрения полезными и с компаниями, и олигархами, понимаешь? Она богатейшая на продукт. У нас 13 морей, рек, озер. У нас есть рыба, у нас есть дичь, у нас есть грибы, ягоды. Самый вкусный ресторан в вашей жизни? Самый крутой ресторан в России – это Макдональдс. Потому что за 20 лет, да, то есть с точки зрения того качества, то качество, которое он отдает и по какой цене, да, то есть не может не сравниться никто. Ни кафе Пушкин, ни царская охота – никто. Знаешь, никто не любит Макдональдс, но все в него ходят. Островок стабильности в любом городе мира. Абсолютно верно. Вай-фай, туалет. Говно везде, кроме Сингапура и России. Вот это мое чистое мнение. Я весь мир объездил. И самый крутой Макдональдс в России, второе место он в Сингапуре. Что касается ресторанов, мне нравится безумно Санкт-Петербург. Я считаю, что это сейчас кулинарная столица России. И есть шикарный ресторан «Берч» и все рестораны «Димы Блинов». Вот когда меня спрашивают, да, то есть и говорят, кто достоин Мишлена, я вот всегда говорю, что есть все-таки ребята, кто достоин этого. Вот, это сумасшедшие рестораны. Мне они очень безумно нравятся, они вкусные. И я вот когда в Питере приезжаю, я обязательно там бронирую столы. Сочи, это само собой. Рунелла, это Илья Захаров. Тут многие хают фастфуд. А я считаю, что для ресторанного бизнеса фастфуд – это ледокол. Фастфуд вытащил всех со своих шестиметровых кухонь, да, то есть и посадил всех на фудкоры. И люди стали есть друг с другом, сидя жопу об жопу. Они стесняются этому, понимаешь? И потом он начинает понимать. Сейчас я ем фастфуд, да, то есть если я буду хорошо работать, я буду зарабатывать больше денег. И значит, соответственно, да, то есть я могу уже есть другую еду. Так же, как я могу носить другую одежду. Так же, как я могу ездить на другом автомобиле, носить часы и тому-тому подобное. Потому что это звенья одной очень долгой цепи. А многие люди думают просто узко. А надо думать ширше. Ваш отец в КГБ работал, насколько я знаю. В КГБ, в ФСБ, приветствуется преемственность. Вас не пытались туда интегрировать? Меня пытались, я должен был пойти по стопам отца, потому что у меня очень долгий и мощный мужской род. У меня и дед, и прадед, и все служили на благо отечества. КГБ все были. Ну, не в КГБ, а в НКВД, где-то царская была охранка и тому-тому подобное. Я имею в виду поколениями. То есть много поколений, кто служил на благо отечества. И я тоже должен был быть, потому что я не очень хорошо учился, но пошел потом в ПТУ. В ПТУ не было среднего образования. Отец меня заставил идти еще в вечернюю школу. Я не спросил, почему. Он мне сказал, потому что если у тебя не будет среднего образования, ты не поступишь в партию. А если ты не поступишь в партию, ты не сможешь потом учиться после армии, выше школы КГБ. Ну, я, блин, прошел в вечерку. В ПТУ я еще вступил в комсомол, правда, из меня выгнали. А потом все разрушилось, когда я был в армии. И как раз это наступил тот сложнейший период, когда было безумно очень сложно. И в этой структуре в том числе. И когда отец уходил из нее, когда сняли память им Держинскому, отец у меня уходил из этой структуры, потому что сняли Уидл, сняли все, во что он верил, как поколение. Потому что на таких людях, как мой отец, держится отчизна. У меня честный отец. Так же, как честный дед. Так же, как прадед. Так же, как и я. Так вот, и мне тогда просто отец сказал, что не стоит. Потому что там с финансами в 90-е было совершенно плохо. Не даже с финансами. Ты не понимаешь одну очень важную вещь. Идеология была разрушена, да? Очень многие ребята в те годы, это был бандитизм, и многие другие. Мому отцу, знаешь, какие деньги предлагали, чтобы он стал начальником охраны банка, либо какого-то человека, либо еще что-то. А он не хотел этого. Потому что он служил Комитету государственной безопасности России. Не для того, чтобы потом быть начальником службы охраны банка, либо какого-то банкира. Это философия другая. Поэтому у меня философия другая. Не капиталистическая, я бы сказал. Поэтому я и не пошел, потому что отец мне просто-напросто дал совет. Он говорит, Костя, сейчас очень сложное время, сейчас ты будешь просто нищим. И тебе придется потом идти с протянутой рукой к бандосам, либо еще кому-то, чтобы они тебя поддержали. Они тебя поддержат, они дадут тебе денег. Но пройдет 10 лет, и они попросят обратно, но не деньги, а то, чем ты уже владеешь. Не дом или квартиру, а знание, либо информацию. А быть стукачом или идти по другому пути, ну это не Ивлевский путь. Поэтому, само собой, я выбрал из меньших зол и пошел в кулинарию. Вне политики остались. Абсолютно вне политики, хотя я с большим уважением и иной раз даже с большим эпитетом принимаю участие в каких-то несложных или несильных политических историях. Ну, на плакатах за голосование я вас пока не видел. И слава богу. Ну, вряд ли ты меня увидишь, потому что не то, что я не топлю за голосование и тому подобное. Ты пойми, я же поваром много лет проработал. И, само собой, в моем окружении, окружении друзей, либо знакомых, да, то есть есть очень большое количество разных людей и политиков в том числе. Я больше чем уверен, что вам предлагали поддержать ту или иную партию. Само собой. Я не люблю заниматься тем, за чем мне будет либо стыдно, либо я буду париться, либо я буду краснеть. Зачем мне это надо? Я не хочу заработать всех денег, да, то есть и стать круче, чем Майкл Джексон. Не, зачем. А в чем заключается ваше партнерство с правительством Москвы? Наше партнерство заключается в том, что мы помогаем, да, то есть некоторыми действиями, моментами, консультацией, видением или своими действиями, чтобы донести до людей побыстрее ту или иную информацию или действия. Вот все. Это коммерческие отношения у вас? Вы как звезда приглашена работаете? Они разные на самом деле, они разные, да, то есть мы можем выступать с точки зрения именно дружбы, да, то есть, а где-то за счет, соответственно, того, что нам просто потом могут дать какую-то преференцию, если вдруг мы захотим провести фестиваль, либо какое-то мероприятие, то нам могут просто-напросто на какие-то моменты, ну, какие-то моменты помочь просто. Вот и все. Дать это безвозмездно, либо, соответственно, с низкой себестоимостью. Вот все. Во время наших родителей моего детства существовала гениальнейшая пословица «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». Вот я до сих пор живу этим же принципом в том числе. Кого вы кормили? Вот я знаю про королеву Елизавету. Я никогда, я как раз один из шефов, когда не кичусь тем, кого я кормил. Я кормил всех, и Владимира Владимировича Путина в том числе. Ой, а как это происходит? Это специальная его служба пробует сначала или как? Это по-разному, да, то есть, само собой, если мы говорим о уже утвержденном меню, если оно делается там или иначе, если это делается непосредственно на территории, там, где он базируется, там все это нормально, да. То есть, если он куда-то приезжает или ты выезжаешь, то, само собой, приезжают специальные службы, которые проверяют продукты на определенной лаборатории, совместимость там, то-то-то-то-то-то, и потом тебе выдают заключение. Можешь ли ты эти продукты использовать, повышенное количество нитратов, неповышенное, то есть, и тому подобное. Потому что безопасность первого лица государства, не только это, но это госбезопасность, это превыше всего. Королева была, да, тоже? Королева была. Ты даже не представляешь, кто еще был. Ну, давайте, расскажите. Ну, здесь можно чуть-чуть хотя бы... Нет, здесь нельзя. Нет, а зачем? Я потом, когда книжку напишу, понимаешь, это все правильно сделаю, вместо того, чтобы я сейчас... А Путина где кормили? Как правило, на его территории, вот, либо, соответственно, на выездных банкетах, но за чертой Российской Федерации. Соответственно, там бывают званные ужины. Я очень много лет обслуживал Давос. Я ездил в Давос. В Давоский форум? Конечно, экономический форум. Я очень много лет туда ездил и обслуживал всех людей, кто там ел и ест, да, то есть и с разными компаниями крупными работал и кормил, соответственно, очень больших людей мира сего. И чувствую себя превосходно, как и они. А как вы вот школьное питание в нашей стране можете охарактеризовать? Потому что есть такое устойчивое выражение «Пригожинские помои». Смело упоминаю. Ну, что здесь греха таить, скажу как есть, да. Идея заключается в том, что, во-первых, по заданию, даже слово подобрать-то не могу, значит, президент России взял это на контроль, и, соответственно, дети с первого по четвертого класса, мало того, что они получают бесплатную еду, они еще должны быть обеспечены горячей едой. Первый раз, когда я приехал в школу, когда я начал участвовать в проекте российского движения школьников «Шеф в школе», я, если честно, был в изумлении, в шоке от того, что питание не поменялось от слова «вообще» со времен моей школы. Я был в шоке просто от того, что как люди, которые кормят детей, могут готовить такое говно и не уважать, самое главное, детей. Но, значит, в колокола начали бить уже давно, и, слава богу, что это дошло до самых верхов, и поэтому такое сообщество и организация произошла, за что, кстати, надо отдать спасибо Владимиру Владимировичу Путину, да, то есть потому что он и является, да, то есть основоположником этого движения с точки зрения помощи организации, да. Меня пригласили как эксперта в этой области, потому что я разбираюсь в еде очень хорошо, поверь мне. И поэтому мне сказали, «Шеф, а вот если бы ты был бы, вот ты бы как бы это сделал?» Основная причина современного питания заключается не только в качестве еды. Во-первых, сейчас поколение с большим количеством отклонений с точки зрения аллергена, неусваиваемости продуктов, лактозы, понимаешь, глютена и тому подобное. Значит, мы должны дать детям выбор. То есть если ребенок, у него аллергия, либо он болеет, да, то есть, значит, он голодный должен ходить? Значит, тогда бремя еды лежит на родителях? Нет, на правительстве, как и есть на самом деле. Второй момент, да, то есть у нас очень много конфессий в стране. То есть если ребенок относится к мусульманской стране, отдают, соответственно, сосиски, либо свинину тушеную, значит, что, ребенок голодный должен быть? Но он же житель нашей страны, он гражданин России. Когда с детьми гуляем, отдыхаем, мы же даем ребенку возможность пойти к шведскому столу и выбрать самому себе еду. Правильно? Правильно. Мы приходим в ресторан, даем детское меню ребенку и говорим, выбирай, сынок. Правильно? Правильно. А почему в школе, где он проводит 50% своего времени, плюс это будущее, наш гражданин, почему он должен жить, да, то есть сразу же кулинарным уродом? Поэтому мы и предлагаем, и через еду в том числе, чтобы дети познавали этот мир. Понимаешь, что есть не только яблоко гнилое, а есть апельсины, есть сезонные, опять же, продукты и многое-многое другое. Если детям нравится цезарь, то какого хрена его нету в меню до сих пор в школьных столовых? Многие, и ты, наверное, сейчас задумался, ну да, цезарь-то до хера денег стоит. Много денег стоит в ресторане, потому что там порция 300 грамм. А зачем ребенку такую порцию давать? И за счет снижения порции в том числе и изменения каких-то продуктов не обязательно давать салат Романов, да, то есть можно цезарь сделать, да, на базе салата Айсберг, который в три раза дешевле, чем Романов. То есть можно сделать хорошее питание. Вот опять же каши. Вот я за кашейся оттоплю, потому что сам люблю каши. Вот пока ребенок придет в школьную столовую, да, то есть дети приходят, а из каши получается цемент. Она застывает, согласен? Ну да, да, да. Помнишь? А я, например, предлагаю о том, чтобы использовать не кашу, а гранулы. То есть это определенный вид круп, да, который уже почти, да, то есть уже готовый. Их остается как деширак, только залить водой или молоком. Ребенок пришел в столовую, он подходит к стойке, где стоят, например, в специальном контейнерах, да, то есть гранулированной каши. Он берет эту кашу, подходит, соответственно, к воде, к молоку классическому, либо молоку безлактозному. И с точки зрения своего здоровья и своей полезности он берет, нажимает на кнопку, наливается теплая жидкость, он ее перемешал. И через две минуты он ест охеренную вкусную кашу. Но вы говорите про такие простые вещи, Константин? Абсолютно, но к сожалению, пока что в школьном питании это непростые вещи, это очень сложно. А вот в чем здесь загвоздка, на ваш взгляд, то, что существует монополия какая-то? Нет, боятся, боятся изменить. Потому что многие неправильно думают. Вы думаете многие о том, что школу изменить можно, это просто поменять меню. Нет. Вот столовая в Госдуме и столовая в школе. Они же, по сути, обе существуют на государственные деньги, существуют на дотации, как бы их обеспечивают полностью. Я не знаю, какие там категории поваров требуются, но, по сути, это смежные столовые. Правильно? Да. Да. Почему там так вкусно и так дешево? Ну, потому что там может прийти взрослый человек и по башке надавать, да? То есть, а здесь ребенок, который подбежит и скажет... И на детях можно зарабатывать. Да, конечно. И скажет, тетя мне невкусно. А она, может, грустно, это тетя стоит. Она скажет, идите отсюда, мальчик. Вместо того, чтобы сказать просто извини, что тебе не понравилось там подобное. Ну, люди к людям, задницы поворачиваются вместо того, чтобы передницы. Тем более к детям. Это вообще позорище, кстати. Это позорище, что у нас не только старики, но и дети в такое состоянии находятся. Но еще раз повторюсь, слава богу, что вовремя начали трубить колокола. Хотя как вовремя? Ну, в целом. Ну, по крайней мере, сейчас. Ну, сейчас хоть бы. А что сейчас делается для этого? Ну, вот ваши рекомендации, их послушали. Здорово. Приехал шеф-звезда, порекомендовал. Во многих регионах, да, то есть, во многих регионах, в которых мы были или только там прислушивался, да, то есть, они стараются это меняться. Поэтому и было создано еще общество, да, то есть, движение шеф-школи. Суть его заключается в том, что у российского движения школьников есть больше пяти тысяч послов, которые находятся в школах во всех регионах России. И, соответственно, если уж прям вообще за чертой, грани человеческой возможности дети фотографируют и присылают в штаб, и мы начинаем очень молниеносно реагировать, да, то есть, ну, с точки зрения, там, местной власти. Если вы смотрите это интервью, и у вас что-то не то на столе, мы прикриклипаем ссылку. Вообще без права. Ты думаешь, мне дети не пишут, что ли? Ты думаешь, это слова и профанация, что ли? Нет, конечно. Нет, я просто не знал, как это устроено. Интересно. Пойми, менять надо не только меню, а менять надо мышление. И, соответственно, должна меняться система, система обучения кулинарная в том числе, потому что те обучающие колледжи, образовательные какие-то, они учат до сих пор по совдеповским системам, не перестроились на современный лад, именно кулинарии. Надо менять, надо и стараться вовлекать туда и современное поколение, и ребят, чтобы они также работали в школах, а не только хотели работать в ресторанах. То есть, это какой-то предмет, какой-то урок вы имеете в виду? Да, у нас одна из идей, да, одна из идей, вот к чему мы, соответственно, идем, это создание первого в России кулинарного летнего лагеря, да, то есть мы хотим его сделать по тому принципу, который был еще в СССР. Ты поймешь, что в СССР не все так было плохо, если честно, вот так вот мы повзросли, когда становимся, мы понимаем. Конечно, какие-то вещи... Вы ностальгируете по Советскому Союзу? Ну, конечно, да, почему бы и нет, это не только время моего детства и молодости, но уже зрелым человеком я понял, что есть вещи, которые были крутые. Пионерия вообще крутая вещь, организация, которая давала возможность детям развиваться, а не сидеть тупо за компьютером у дома, под своими никами обсирать всех других. Ну, вы как-то сейчас прям вот как дед такой-то интернетовский. Почему дед, а с чем здесь связано? Сидят дети под никнеймами обсирают, узнают информацию, снимают тиктоки, смотрят ваши каналы на ютюбе. Это ты сейчас передергиваешь, да, то есть, во-первых, тебя не было там. А, хорошо, и там было шикарно. Я тебе объясню, я тебе объясню, с точки зрения ребенка я не думал о никаких политических вещах, но я ездил каждое лето в лагеря пионерский, где я развивался физкультурой. Я плавал, понимаешь, я ходил в лес, я умею развести костер десятью способами. А ты можешь? А я могу. И это мне дало СССР тогда, когда я был молодым, да, то есть, и был пионером, я был несколько недель, октябренком я был. А сейчас что, нет лагерей школьных? Они просто, ну, за деньги? Они совершенно другие, и их почти нет. По сравнению с тем количеством, которое было тогда, вовлеченность детей в какую-то идею было намного больше, нежели сейчас. Я же тебе не сказал, что сейчас плохо, а тогда было хорошо. Так и сказали. Нет, я тебе не сказал, что сейчас плохо. Я тебе сказал, что тогда было хорошо, потому что. Но я тебе не сказал, что сейчас плохо. Извини, у меня дети растут, я тебе не могу сейчас сказать, что сейчас плохо. Я тебе сказал разницу. Короче, лагерей не хватает. Пионерских лагерей. остальные никуда и не ушли они как были так и остались дайджест вы много раз говорили что в россии не учат шеф-поварству до или как это называется поварскому ремеслу до надо уезжать сейчас все так же абсолютно ничего не поменялось тоже это говорю последний 10 лет эти объясню что система образования профильная да то есть она очень слабая что там греха таить поэтому когда ко мне обращается большое количество взрослых я им говорю на примере своем или например у своих детей что отдайте лучше ребенка в подмастерье какому-то хорошему шефу пусть он и учится и работает заработает денег а потом есть за границу учиться чё греха таить есть все-таки профильное образование которое намного сильнее за границей зачем этого стесняться если сам петр первый еще исторический факт да то есть сам привез иностранцев и которые начали учить нашего русского лабуха чё этому стесняться это исторический факт не надо этому стесняться но не умо не можем мы пока дать мы же не можем футбол научить людей 11 человек играть футбол вечно в жопе находимся в какой-то и при этом кого только не перебрали всех тренеров понимаешь каких только тренеров не перебрали и что значит говоришь у нас страна плохая нет мы просто не футбольная страна в хоккей вот у нас другой куда в хоккей у нас зато все хорошо понимаешь мы гордимся и когда наши парни проиграют да то есть мы плачем вместе с ними не от того что они же по руки из-за того что обидно но бились пацаны а по футболу другая история по кулинарии то же самое к большому сожалению мы хотим там бакюз мы хотим мишлен туда-сюда с кого хера то с какого если ты посмотри количество вот ты сколько поваров знаешь ну к примеру ну кроме меня ему химохин блинов захаров ламберти не русский повар не русский повар русских поваров сколько ты знаешь но если вот посидеть наверное еще пять может выжму вот ты представляешь из-за из 143 миллионов ты знаешь пять всего лишь поваров а кулинарный вот техникум а потом дал какие-то какую-то базу мне ну да ну слушай я учился восемьдесят девятом году понимаешь и на тот момент конечно же не был ни одного ресторана до совместные предприятия не появились только лишь в девяносто третьем году или в девяносто первом году девяносто втором году они появились поэтому когда я пошел учиться конечно же все работали в столовках там но ресторации были отечественные такие как ресторан метрополь ресторан националь софия будапешт то есть такие какие-то гранду но и были соответственно кафе огонек и кафе сардинка есть это лабуда тогда чтобы ты понимал повар даже не развивался потому что был сборник рецептур он был по сезонно то есть даже процент отходов по завпроизводством не было профессии шеф-повар завпроизводство заведующий производством он просто брал табличку да то есть картошка так у нас еще декабрь процент отхода 30 процентов херачьте снимать кожу понимаешь так же как и не развивалась искусство потому что мы были замкнуты был салат оливье он был по разным к этим колонкам значит ресторан выше категории в оливье должны были класть там перепелку в кафе 1 категории клали соответственно отварную телятину в столовую второй категории клали субпродукт как язык например или соответственно сосиски то есть вообще в советский период а и кстати не очень навею не люблю советский период с точки зрения ресторанной гастрономии даже сплошной майонез не подожди мазик тоже крутая вещь особенно мазик с кетчупом да с пельменями ты смотри ты сейчас против себя всю страну а я считаю что без прошлого не может быть будущего это что мы такие люди это не говорит о том что мы плохейшим и едим оливье или пельмени или докторскую колбасу ты пойми что а что ты сделал для хип-хоп а вот и все а мы стараемся видишь нас всего-то мухин блинов и ивлев захаров понимаешь ты знаешь ты писать как нам сложно что-то изменить но мы меняем 15 лет мы потратили на то чтобы изменить отношение людей к поварам а уже в поваров я насколько понимаю такое дружественное комьюнити дает большому сожалению в последнее время нет тоже ресторанные холдинги владельцы зарьков там подобное они вещи делать они берут и сбивают лбами людей вместо того чтобы быть мощными русский народ тогда мощные сильные когда они вместе понимаешь и понимаем эту историю они тогда когда один другому говорит скажи что он какашка понимаешь и скажи на него что плохо человек боится да то есть сама саундом я сейчас я не скажу нас работу вольт ресторанные критики такие же порт дайджест ресторанов у вас в операционном управлении никакими не выявили в групп никогда не было ресторанов с точки зрения частной собственности мы до были операционщиками мы открываем закрываем нет мы сейчас ведем переговоры да то есть насколько нам будет это интересно мы пока не знаем потому что люди не до конца понимаешь такое ресторана самое главное как вести переговоры в том числе но есть запрос их миллион этих запросов когда люди просят открыть закрыть чуть придумать да то есть разработать и тому тому подобное а ресторанным колдингом своим не хотели бы его это завести нет ни в какой не хочу и сейчас ближайшее время но это может быть консалтингом будут заниматься но пока своей темой не очень хочется заниматься и что входят в услуги вашего консалтинга то есть условно говоря там начинающий ресторатор или просто инвестор обращается к вам и вы что подбирай люди обращаются нет все зависит от того что что они хотят потому что есть человек захочет открыть предприятие существует несколько этапов работы да то есть есть предложение по старта по разработке концепции есть предложение по стартапу то есть все придумать открыть а дальше они ведут и есть соответственно предложение что в течение года да то есть соответственно мы ведем этот проект давай и вот один из проектов таких вот последних у нас был как раз проект в нижнем новгороде где-то он здесь мы лавровый лист взяли счет а вот парк культуры да то есть нижний новгород это был один из проектов до который мы вели вот как раз точки зрения колсалтинга мы и придумали мы сопровождали стройку весь концепт вся команда тренинги обучение философии и тому тому подобное вы на какое-то время прям туда приезжаете мы приезжаем большим десантом да мы приезжаем большим десантом но в среднем все зависит ну как правило где-то 5-10 человек сколько это длится по времени запуск ресторана за два месяца начинается проработки за месяц начинаются тренинги но в среднем до три месяца много к вам обращаются за такими открытиями очень много стараться очень сколько вы в год можете открыть вашими не с вашим графиком и не хотим открывать мы любим делать мерседесы мы не любим делать жигули чтобы ты понимал поэтому в год но и раньше мы делали может быть два не больше трех проектов в год но сейчас пока мы не делаем связи с пандемией нет надобности вообще в этой именно вот эти два года они такие останутся замороженными до сих пор то есть еще вот и последствия пандемии в ресторанном бизнесе чувствуется до сих пор ну конечно он чувствует с одной стороны в в период пандемии шелуха вся отбросилась да то есть но все слабые игроки они просто погибли потому что не было ни знаний не было ни соответственно финансов вот более-менее середняки липкого кому повезло они остались хотя сейчас я уж смотрю да то есть они опять как ландыши начинают до как эти подснежники подснежники и снега выгребать но так или иначе люди все хотят и будут есть понимаешь а многие думаешь это очень просто у нас у компании не стоит цель из бы она стояла цель взять и соответственно как говорится знаешь обметить всю россию мы могли бы с василиса открыт там гиперагентство какое-то сумасшедшее где бы открывали начинают столовок и всего остального нам этой стране абсолютно могло быть но нам это не гадные матери понимаешь то есть с одной стороны они до готовы за эти деньги а потом начинается войдет к расшире ну типа того в том числе да не франшиза еще куда не шло да то есть более-менее но тоже знаешь вот москва питер он еще живет да то есть какие-то города там но может быть сочи плюс минус так а во всех остальных городах те же франшизы то что происходит с большими проектами которые по франшизы проданы это же смех и слезы качество там теряется и все сужие в приезжаю я смотрю иногда захожу в какие-то такие франшизные проекты думаю матерь боже пойду-ка в макдональдс там по крайней мере весело и вкусно и точно знаю что останешься в живых сколько стоит открыть ресторан с вами тимур ланский говорил что вот его личный гонорар за открытие чеханы 10 миллионов рублей до 10 личный гонорар но это не считая все но я тебе скажу пусть будет плюс-минус также а окей бывает дешевле бывают больше но опять же все зависит от проекта но в большей степени само собой скажем так у нас годовые контракты и годовой контракт стоит намного дороже вы год ведете ресторан то есть если приходит тоже бывает еще раз повторяюсь бывают люди запрашивают только разработать концепцию то есть у них есть деньги но они не понимают дальше они как бы сами понимают что хотят но вот у них нету понятия как назвать что сделать дайдже кстати вы до съемки говорили что ваше ремесло оно похоже на армейское даже форма называется китель и нас куда вот узнал да это белый китель компании bragar французской один из самых дорогих кителей это китель под названием grand chef он выполнен из стопроцентного египетского шелка то есть это считается таким dolce gabbana но не с точки зрения моды а с точки зрения исполнения и удобства потому что мы же работаем по 12-15 часов в сутки поэтому в этом китере очень удобно работать название grand chef говорит о том что простой повар даже простой шеф не имеет права его носить надо как-то доказать за своим ремеслом мастерством что ты можешь носить этот китель ввиду того что твой статус он имеет право носить такие кителя они сует вам как кстати он вот не носит такие кители сужина мне вообще никогда то есть он молодец ты пойми у меня жизненная философия очень проста каждый человек имеет быть сам собою у каждого человека есть свое мнение так как у меня то что делает нас red то что делает на сер то что делает еще там кто-то это они большие молодцы почему в первую очередь они популяризируют кулинарию вот что мне нравится больше всего я не был у него в ресторане я не готовит не был это ты про мясо говорит на которой соль вот я там и не буду никогда потому что у меня нет желания переплачивать деньги потому что я знаю о том что это не дешевые рестораны и когда я отдыхал в дубае я посмотрел меню увидел цены я понял за что я буду отдавать за то что мне этот чувак солью посыпет нет я правильно отношусь к соотношению цены и качества я правильно и профессионально зарабатывать деньги не для того чтобы их потом просто-напросто зачем-то переплачивать кому-то понимаешь но зачем мне тратить деньги или посмотреть на человека которые также являются медийной персоной также как и я что что мне с ним сфотографироваться будет поставить социальную сеть и че я стану от этого круче что ли а гордон у рамзи знакомы с ним большому сожалению не с гордоном рамзи не с джимми оливер я не знаком но может быть но у них вот мне кажется ресторану который у оливера в москве он достаточно быстро испортился по моему он не стал популярным каким-то культом не стал популярным не в москве не в питере признаюсь честно и мне вообще не нравится еда джимми оливера потому что она но она такая очень сильно английская и она гипер жирная да то есть при вот мне нравится он как телеведущий да то есть он очень легко качественные добротно всем все объяснять но еда не мой конек у гордона рамзи у него в некоторых ресторанах есть просто идеальное очень вкусное меню да то есть она в большей степени базируется на французской кулинарии поэтому у нее есть и звезды мишлен и и тому тому подобное у джимми оливера этого нет ну вот на ножах мне кажется в производстве самый сложный ваш продукт нет самый сложный продукт итальянская кухня с точки зрения вообще всего это одно из самых крупных и дорогих кулинарных шоу в россии и он въезжает на колеснице с белыми конями в голове у него лавровый венок так вот эти смельчаки которые не побоялись бросить вызов мне полу кулинарии влею это адская кухня программа на ножах это мощная мобильная команда которая ездит и за короткий срок просто старается помочь людям у вас четыре дня там съемочных в регионе не среди мы уезжаем это называется экспедиция среди мы уезжаем до на семь дней то есть семь дней это вот съемки одного выпуска который в итоге там семь дней до съемки двух выпуск два выпуск два выпуска да потому что большая кропотливая работа там вообще не так много оператора вообще команда программ ножа хоть 28 человек а 28 так 28 32 вот большое количество это технической но и соответственно дизайн-группа который работает вместе со мной все проекты на ножах придумали строительная группа которая это строительная дизайнеры это строители это дизайнеры это прорабы вот мы садимся когда я уже первый день захожу в заведение мы после съемки присаживаемся и придумаем соответственно формат какой мы хотим сделать вот и все идет хоть подготовительная работа потом когда съемки заканчиваются то в ночь ребят начинает работать и поэтому чтобы было понятно мы в большей степени делаем правильные косметические ремонты и смена цветовой гаммы и всего-всего хотя конечно же мы меняем оборудование в некоторых проектах там мебель полностью меняем все 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 но у нас и бывают такие темы что мы платим на точнее затрачиваем больше чем 300 тыс чем 300 тысяч ты же к этому все ведешь 300 тысяч канал платит не тот кому мы приезжаем не ресторан планирую но я так это просто один из самых популярных вопросов да да вот этот канал платит да то есть точнее мне плата закупает все что я придумаю он соответственно закупают в в район этой цифры хотя у нас бывает так что мы мы попадаем и ремонт идет еще дороже это в большей степени связано когда мы бываем старых городах знаешь когда вот санкт-петербург там например владимир мы приезжаем какие-то заведения в старых домах и мы там начинаем ребят например там потолок красить или там право проводка что-то там хотим и подменить она хрен на все все обвалится понимаешь там потолок упадет или стена и мы начинаем все заново возводить следите за судьбой неведение который нет ну во первых невозможно за ними следить за всеми во вторых все-таки ли пойми мы же не играем в родство какое-то да то есть у людей нет я тебе признаюсь честно за все семь сезонов может быть одно или два максимум заведения которые как-то так сложилось что мы как-то там переписываемся да то есть люди мне пишут в большей степени конечно люди сами мне пишут нежели я но кому-то отвечаю но у нас очень хорошие теплые отношения с мы делали в сочи осетиночка осетинские пироги я делал замечательное место я просто до этого познакомился с ребятами это молодая пара и у них шикарные осетинские пироги вот просто взрыв башки вот сочи я вкуснее не ел и надо отдать должное что мы им переделали они остались на очень хорошем уровне и вышли из той финансовой кабалы в которой были вообще у нас за последние года скажу так такая где-то порядка около 40 на 60 процентов такая вот процентов к 60 процентов в живые проекта они вытягиваются вылезают 40 умирают но они умирают не из-за того что мы им сделали плохо а из-за того что они не хотят слышать в важных моментах профессиональных мы когда переделали я всегда говорю не открывайтесь на следующий день возьмите тайм-аут неделю-две подведи приведите все в порядок научите персонал отстройте кухню да то есть и только потом открываете но жадность иногда порождает бедность и соответственно люди хотят на следующий день уже сразу открыться и вот люди пришли они помнили что было до и что стало после они приходят они видят до дизайн изменен сервиса нет кухни нет независимо даже там был ивлев надо же все-таки научиться и вот из-за этого соответственно погибают заведением но многие стали слышать и слушать но и самое главное все таки тоже что добился и я вместе телеканалом пятница и шел на ножах это то что многие рестораторы многие люди кто занимается ресторанным бизнесом они встали потихонечку соображать и понимать о том что не обязательно ждать ивлева надо все-таки самим взять засучить рукава и уважительно относиться к своему делу и на всех случаях чтобы ты понимал что программа на ножа входит в учебное пособие почти во все почти во все учебные заведения которые пропагандируют обучение гостиничную ресторанному бизнесу дайджест что сейчас важнее константин доли телесмотрения вот в телевизоре собственно говоря или просмотры в интернете и ваша активность в социальных сетях то что ваши проекты миллионы просмотров ютубе набирают в чем больше жизни на самом деле что касается телевидения ты представь да то есть если не было бы хороших показателей смогла ли программа просуществовать семь сезонов семь лет и мы еще дальше будем идти и программа на ножах значит программа адская кухня мы вот сейчас вот выпустили сейчас идет пятый юбилейный сезон и мы будем делать дальше другие соответственно программы они вот только начинаются и поэтому я уверен что они будут также популярны потому что они все друг от друга отличаются и в каждой программе как мы это называем есть свой изюм есть своя нотка который отличает друг от друга это значит людям нравится это круто вот программа молодые ножи она именно профессиональная программа я никого здесь нет решу не ругаю не наказываю даю наоборот возможность ребятам поварам кулинарным блогерам прийти и доказать что у них стальные яйца приготовить вкусно приготовишь выиграешь соответственно большие чаевые своей жизни золотой нож не сможешь приготовить вкусно но все до свидания шеф в каком графике живете я не живу в графике вообще я зачем мой счастлив потому что лет 15 назад я смог свою работу направить в русло образа жизни это образ жизни у меня нет выходных у меня нет отпуска у меня нет рабочих дней у меня есть тайминг где забиваю те или иные даты где занят соответствует тому подобное надоело я могу позвонить василий сказать вас извини отключать телефон и и уже меня не будет пока но и как это практикуется часто это бывает очень редко да то есть наш я сам люблю работать но я лентяй мы долго запрягали ингредиент лилин выливает да я лентя я обожаю полежать них она не делает да то есть но работе оказывается люблю больше поэтому когда я отдыхаю на мальдивах я уже на шестой дни начинаю выйти мне хочется вернуться в москву и чем-то заняться у вас есть какие-то принципы касательно воспитания детей к счастью меня двое детей озвучить их вот как вы их воспитаете одна сын у вас работал с дочкой в этот проект я воспитываю так же как воспитывал мой отец в первую очередь не быть человеком стада самое главное для мужчины это иметь свое мнение а миссия мужчины как считается у нас в семье я считаю очень правильно заключается в том чтобы приумножить то что тебе оставили твои предки потому что мужчина он должен зарабатывать денег он должен обеспечивать безопасность и достаток в семье понимаешь каждый должен работать на благо семьи и само собой стараться сделать так чтобы у твоих детей у твоих внуков было детство еще более счастливее чем было у тебя а чем сейчас ваш сын занимается я знаю он у вас работал да работа расскажу что касается дочки дочки 7 лет здесь девочка да то есть здесь конечно воспитание она совершенно другое но учитывая то что два года тому назад развелся я не так много принимаю участие воспитания в большей степени она живет с бывшей женой марией вот но она воспитывается правильно и я с ней каждый день и вижусь и разговариваю иногда бывают школу и отвожусь отвожу матвей уникальный парень безумно обожаю вообще ждал его потому что пацан понимаешь и матвей у меня отучился в английской школе потом поехал во францию учиться на ресторанный менеджмент конечном итоге понял что это вообще не его что он больше хочет заниматься музыкой он даже работал у меня он полностью разрабатывал весь мерч да то есть то есть это его работа он еще работал конечно с ребятами но матвей приложил очень много потому что он очень талантливый парень ему 20 лет и сейчас он просто отправился в небольшое путешествие найти себя и понять все-таки чем чем он хочет заняться а ролик сон вам подарил сам заработал ролик сон с женой да то есть они просто наверно там копили я не знаю что делали да то есть может там еще что-то зарабатывали ну матвей работал и молодец у меня вообще с 10 лет работал в ресторане это делал он приходил там помогал по кухне картошку чистил овощи чистил у меня в этом плане не забалуешь да то есть и само собой при всем при всей любви уважение к матвею но в те годы он не мог стать к раздаче и понятно что он был на подхвате как многие другие как и я в свое время и поэтому он с 10 лет прошел очень хорошую школу а перед тем как уехать во францию он вообще сначала хотел быть поваром и отучиться на повара но я его отправил к илье захарову в брунелло это один из моих учеников и гениальнейших поваров современности я считаю вот и мне помню илья звонит и говорит шеф а как мне с ним общаться это же твой сын я говорю илюш с ним надо общаться так же как я с тобой он бичу правда можно я верю конечно и он поставил матвея в смену с 15.00 до 3 часов ночи то есть у матвея смена была с 15 до 3 ночи матвея 3 месяца отработал в сочи потом приезжает ко мне и говорит пап ты меня извини но я не хочу быть поваром я говорю почему я не понимаю что вы за люди да то есть вы демоны какие то вы по 15 часов стоите на ногах у плиты пол ночи бухаете веселитесь а потом с утра в 7 часов утра как не бывало идете накрываете завтрак я так не могу по я говорю ну хорошо сынок но поверь мне останется в ресторанном бизнесе не обязательно быть поваром на 10 какой-то там менеджмент финансист еще что-то вот он владеет языком потому что учился в английской школе и соответственно да он себе нашел он уехал учиться в легендарную поварскую школу французскую в отель который находится если не тоже кстати учился но давным-давно это один из лучших институтов для молодых поваров в мире это французская классика французской школы но к большому сожалению через год он понял что это все-таки не его стезя и вернулся обратно в москву нет у него как вы думаете тени вашей фамилии ему очень сложно ли ему развиваться очень сложно очень сложно вообще это большая беда в кавычках да то есть звездных детей потому что с них в первую очередь не мы родители общество атмосфера общество да то есть она хочет быть чтобы они были либо такими же идеальными либо такими же крутыми и конечно на них это откладывается вот и на матвея в том числе но мой сын стойкий как говорится и правильный человек поэтому он это все хорошо понимает хотя ему безумно сложно я ему объясняю что мадвей мне в первую очередь как твоему отцу нужно чтобы ты был порядочным человеком честным потому что у нас рот такой понимаешь чем ты будешь заниматься мне все равно если будешь петь пожалуйста по есть ты хочешь рисовать рису есть ты хочешь готовить готовь мне все равно что ты будешь делать останься человеком и я благодарен богу да то есть и своему сыну что в 20 лет это безумно замечательный человек это раздолбай конкретный но в душе он правильный человек вы его балуете деньгами я его залюбил есть такой диагноз это же плохо к большому сожалению в какой-то мере да но знаешь я тебе могу сказать что у меня детство было шикарное почему потому что отец на при всех возможностях и невозможностях он не всегда спрашивал там перед днем рождения либо перед новым годом что тебе подарить джинсы или там машинку ну к примеру да я ему говорил там машинку а он не все равно дарил и джинсы и машинку нет такого что когда ребенок избалован когда у него все есть эти более отец звезда сумму ничего самому не хочется делать жизни мнение не у него мотивация офигенная да то есть он хочет быть просто в этом мире кем-то и так как я его учил быть не человеком стадо он хочет быть с собой хочешь быть личностью и само собой у них нету вот этого как ты говоришь людей вот этой мотивации ни хрена ничего не делал да они чуть более расслабленные конечно да то есть но в большей степени на них очень весомый груз поэтому нет они все равно что-то делают другое дело что к ним очень пристально придираются и присматриваются тоже как и к нам чем мы медийные люди например отличаемся от многих других многие другие делают ошибки их никто не замечают а на нас смотрят через вот такое вот увеличительное стекло и ждут когда мы что-то сделаем не так для того чтобы потом обосрать это к сожалению тренд современного мира понимаешь все ждут только одного вот и сейчас на коне хорош но если ты что-то сделаешь не такси и конечно гиены начинают ничего так не любят как возвышается но это вообще исчезнет но грустно немножко напоследок константин скажите вот кого-нибудь совет для тех кто может быть хочет стать шеф-поваром или ресторатором стоит ли вообще в это дело сегодня идти и какие в этом перспективы я помню вы озвучивали сумму все-таки одну что ваша последняя зарплата на месте шефа было миллион рублей да и это еще было там 2007 году когда нас лет назад какие сейчас перспективы и стоит занимать я тебе скажу так повар как красное вино красное вино лежит белое нет так вот когда она лежит она усиливается во вкусе и в цене чем соответственно профессия хороша но самое важно учиться потому что поварское искусство интересно еще тем что ты можешь всю жизнь учиться этому и для того чтобы себя правильно продать надо обладать тогда правильными знаниями чтобы твоя сделка была правильно по соотношению цены и качества папа меня учил так пиздить надо настолько насколько ты весишь большая беда современного мира заключается в том что все хотят сразу быть начальниками не хотят проходить определенные этапы поэтому если хочешь быть поваром да то есть он должен понимать о том что бизнес развивается индустрии в том числе но если ты хочешь стоять в топе 10 20 30 шефов россии да то есть надо потратить большое количество времени и соответственно много знать потому что твоим поварам сотрудникам не важно какой ты крутой им важно что ты знаешь чтобы они могли из тебя высосать для того чтобы потом и себя в том числе правильно продать и тогда ты будешь интересен и людям как гостям так же как поварам сотрудникам которых тебе хотят прийти на работу что касается ресторатора то я скажу так этот бизнес повторюсь он будет развиваться только другое дело что надо понимать куда лезть то есть многие хотят быть модными и богатыми виде вот это все модные богаты но не понимаю о том что многие заведения они не рентабельны это просто-напросто пшик да то есть долгов тьма но бывает зачастую то есть очень мало рентабельных мест я наверное назову самого выдающегося и успешного ресторатора это конечно же аркадий новиков понимаешь второго я наверно назову да то есть это андрей константинович дилос с точки зрения своего пушкина и тому подобное больше наверное в этот ряд из таких мастодонов никого не поставлю из молодого поколения дима блинов и там другие 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 и не сразу стараться делать дорого не понимаю о том что дорогих богатых людей и гурме их очень мало один процент а все остальное среднее ниже среднего класса поэтому если человек хочет быть ресторатором и успешным берите пример с тимура ланского чей хана охрененный проект что у братьев васильчуков что соответственно у тимура потому что ты приходишь в их заведения и тебе один накурил другой напоил 3 накормил у тебя эйфория праздника и ты понимаешь что ты потратил эти деньги не просто так а виду того что полтора-два часа да то есть не провел просто в эйфории да то есть какого-то прекрасного настроения ты паял вкусную еду ты видишь красивых людей и соответственно вот эта вся история ресторанный бизнес россии отличается от других тем что у нас в богатых интерьерах люди едят до сих пор дешевые котлеты но которые им продают за очень дорого поэтому само собой бизнесом надо заниматься и надо идти но только учиться и держать нос по ветру как я когда я понимал что нафиг лучше отойти в сторону отошли в сторону занялись другим делом и добились успеха и идем дальше у нас в гостях был константин ивлев очень приятно константин удачных съемок вам без правильного соответственно ваша подписывайтесь на канал и конечно подписывайтесь и не забывайте подписан на ивлевший в ченнел ставить колокольчик и рекомендовать соответственно друзьям спасибо за просмотр!